Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал. Сегодня 29 сентября. Воскресенье. И это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Только на нашем канале вы можете получить все самые важные новости Израиля и мира и их объективную и непредвзятую оценку. Это лучший канал новостей и аналитики для зрителей которые умеют и любят думать. Хизбалла несет потери, но продолжает стрелять. Израиль не допустил посадки иранского самолета в Бейруте. Израиль просит США помочь в случае вмешательства Ирана. Президент США Джо Байден назвал ликвидацию лидера Хизбаллы Хасана Насралу актом правосудия. Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан. Глава МИД России Сергей Лавров назвал удары по Хизбалле террористическими актами. Страны Балтии и Польши построят против России балтийский оборонный рубеж. На Аляске выбирают самого толстого медведя. Уважаемые зрители. Служба новостей канала ИТОН ТВ горячо благодарит всех зрителей которые ставят лайки, пишут комментарии и делают донаты. Это помогает нам работать и готовить для вас самые объективные и разнообразные выпуски новостей. После удара по кварталу Дахи в Бейруте в ходе которого был убит Хасан Насралу Израиль не остановился, а продолжил в полную силу наносить удары по объектам Хизбаллы по всему Ливану, уничтожая ее арсенал и ликвидируя ее командиров. Но за четверть века накоплено слишком много беспилотников и ракет, спрятаны они хорошо, и у Хизбаллы пока есть возможность резко усилить обстрелы израильской территории. Ближайшие дни вероятно будут иметь критическое значение для всего хода войны. Израиль не допустил посадки иранского самолета в Бейруте Израиль связался с аэропортом Бейрута и предотвратил посадку иранского самолета. В израильской армии отметили, что не допустят поставок оружия для Хизбаллы из Ирана. Израильские военные установили контакт с международным аэропортом Бейрута, чтобы предотвратить посадку иранского самолета. Об этом в субботу 28 сентября рассказал глава Министерства транспорта Ливана Али Хамия. По его словам, армия Израиля связалась по радиосвязи с диспетчерской вышкой аэропорта и предупредила, что летящий в Бейрут иранский самолет не должен там приземлиться. В противном случае израильские военные пригрозили предотвратить посадку силой. По данным израильских СМИ, грузовой самолет иранской авиакомпании Кэшмэйр, находясь уже на пути в Бейрут, повернул назад в сторону Тегерана. В ожидании возможной иранской атаки Израиль сегодня попросил США направить на Ближний Восток дополнительные военные силы, которые могли бы помочь в обороне. Израиль хочет, чтобы американцы помогали перехватывать ракеты и дроны, которыми Иран может атаковать Израиль. Президент США Джо Байден назвал ликвидацию лидера Хизбалы Хасана насрало актом правосудия для тысяч мирных жителей, которых он и его террористическая организация убили за последние три десятилетия. Байден напомнил, что операция по устранению насралы была частью более широкого конфликта, и начался он с ужаса, который Хамас устроил 7 октября 2023 года. Израиль имеет полное право на самооборону от Хизбалы, Хуситов и других группировок, подчеркнул президент США. «Я отдал приказ министру обороны усилить группировку американских войск на Ближнем Востоке, чтобы удержать регион от большой войны». Камала Харрис также выразила поддержку Израилю и назвала насралу кровавым террористом. «Я непоколебимо поддерживаю безопасность Израиля и всегда буду защищать его право на самооборону от Ирана и поддерживаемых им террористических группировок, таких как Хизбалла, Хамас и Хуситы», — заявила Харрис. Однако, несмотря на эти заявления, некоторые критики, в том числе сенаторы Том Коттон и Митч МакКоннелл, обвинили администрацию Байдена в задержке поставок военной техники Израилю. По их мнению, такие задержки подрывают усилия по борьбе с террористической угрозой, поддерживаемой Ираном, и ставят под угрозу безопасность Израиля, а также интересы США в регионе. Израиль готовится к вторжению в Ливан, но оно будет ограниченным. Об этом рассказал в субботу 28 сентября неназванный высокопоставленный источник в американской администрации. По словам источника, Израиль отклонил предложение о прекращении огня в Ливане, даже ограниченное, и продолжает бомбить объекты, где предположительно есть ракеты большой дальности. Несмотря на неоднократные призывы администрации Джо Байдена, Израиль поступает по-своему. Источник рассказал, что после убийства Хасана Насрала в высшем командовании управления Хизбаллы царит полный хаос. По его словам, США и Израиль считают, что за последние недели были убиты около 30 высокопоставленных лидеров Хизбаллы, шаг, который ослабил организацию. Источник добавил, что среди оставшихся лидеров существуют сильные взаимные подозрения. Лидеры опасаются, что в их ряды могут затесаться шпионы. Кроме того, средства связи организаций были серьезно повреждены после того, как Израиль взорвал пейджеры и радиоприемники, используемые Хизбаллой для связи. Вторжение в Ливан, даже ограниченное, может вызвать негативную международную реакцию. МИД Франции опубликовал заявление, в котором заявил, что категорически против вторжения Израиля в Ливан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил с трибуны ООН, что израильская атака на пейджеры в Ливане – это террористический акт. Он также обвинил администрацию США в том, что те были причастны к подготовке этой атаки, а если нет, то по крайней мере знали про нее. При этом он тут же добавил, мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и делают все возможное, чтобы обойти молчанием любой неприятный для них факт. Напомним, что Россия решительно осудила убийство генерального секретаря Хизбаллы Хасана Насралу и назвала этот шаг очередным политическим убийствам. Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши встретились в Даугавпилсе, чтобы обсудить возможное финансирование Балтийского оборонного рубежа из бюджета Европейского Союза. Министры обороны подписали в начале года соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут вдоль границы с Россией и Белоруссией оборонный рубеж, состоящий из различных защитных сооружений, цель которых – сдерживание и защита от военной угрозы при необходимости. Польша объявила о похожем проекте «Восточный щит» 18 мая. Параллельно Европейский Союз рассматривает проекты, представляющие общий интерес в области обороны, с целью усиления безопасности стран-членов. В Национальном парке и заповеднике Катмэй на Аляске начали подготовку к ежегодному конкурсу на самого толстого медведя. Для недели толстого медведя специалисты заповедника ежегодно выбирают 10 бурых медведей и представляют к конкурсу две фотографии, одна из которых сделана в середине июля, а вторая – в начале сентября. Желающие должны выбрать, какой медведь продемонстрировал самый впечатляющий результат пополнения жировых запасов. Преданные фанаты наблюдают за медведями, которые готовятся к долгой зиме и набирают вес с помощью камер прямой трансляции на специальном сайте в течение всего лета. В 2023 году свои голоса на сайте оставили 1,3 миллиона человек. Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал.